Добровольно и безвозмездно. Всемирный день донора в РКБ начался с очереди у окна регистратуры. Универсальные доноры и обладатели самой редкой четвертой группы крови. Путь к донорству начинается с регистратуры, потом стандартные проверки температуры и давления. На 70. Давление в норме. Дальше краткий опрос, чем болел. А еще перенес ли недавно операцию и посещал ли на днях стоматолога. Если да, сдавать кровь пока нельзя. Допуск к донорству только через полгода после ковида и через месяц после второй дозы вакцины от коронавируса. У нас сохраняется дефицит эритроцитарной массы. Это связано в том числе, что очень многие люди переболели и длительный период они не могут сдавать. На данный момент совершенно все группы ценные. Нам нужны все группы. У нас с нового года есть дефицит по первой положительной группе. В местной картотеке 65 тысяч доноров. Кто-то сдал кровь всего раз, но большинство возвращаются и проходят путь от регистратуры до кресла донора еще и еще. Я вообще донор уже много лет. И вот сейчас у меня мама лежит в больнице и срочно надо сдать кровь. И поэтому вот мы здесь. Почему вы решили стать донором? Я с 17 лет. Со 17 донор. Надо помогать людям. Надо заботиться не только о своем здоровье, но и помогать остальным. Чем сможем, тем поможем. Донором можно быть до 59 лет включительно. Мужчины до пяти раз в год с интервалом не меньше двух месяцев. Женщины могут сдавать кровь не больше четырех раз в год. Есть и правила донорства. Например, перед сдачей крови два дня без алкоголя и вредной и жирной пищи. Позавтракать обязательно. Те, кто не успел, прямо здесь угостят сладким чаем и печеньем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова